доброго всем дня и в этом ролике хочу вам показать но вот смотрите пришла моя ой мартышка подружка без нее но никак никак вот это звезда экрана ее нужно снимать и в этом ролике хочу показать вот какая беда все-таки настигла нас в теплице из-за того что ну вот не вовремя но не упустили момент когда нужно было проводить обработки от клещей ну вот здесь есть кустики которые прям вообще их вот только только наверное убирать надо спасти нельзя а вот вдалеке там еще есть листики зелененькие может вот молоденькие росточки вот эти можно будет еще спасти у нас стоит уже наверно на протяжении месяца жара под 40 градусов клещ очень очень любить такую погоду и вот пока была на улице более-менее такая прохладная погода в этом году мы сделали вот такой полив брызгалки об этом тоже есть ролик на канале у нас вот популяция клеща паутиного в теплице но более менее так она сдерживалась а вот когда наступила такая устойчивая жара даже брызгалки не справляются с таким с массовым таким нашествием клещей и даже вот на улице смотришь яблони и цветы даже по-моему виноград подверглись нашествии вот этого вредителя что же можно сейчас сделать и как еще можно спасти урожай потому что огурцы но уже уже было все плодоносит да и хочется чтобы и осенью урожай огурцов еще был но на канале тоже есть видео которых я показывала различные препараты которые можно использовать а а так как сейчас у нас уже плоды во всю как мы собираем да то прям такими кардинальными методами кардинальными препаратами химическими лучше не лучше их не заменять в теплице а использовать биопрепараты раньше я применяла фитарверм и вот но его как говорится производные да там клещевит клещегон это вот все но похожие схожие препараты использовала дымовую шашку не путать и серной шашкой именно дымовое тоже в теплице а вот в этот раз я хочу попробовать вот такой препарат битоксибицилин ни разу я его не применяла вот на огурцах от паутиного клеща и сейчас вот что я буду делать именно вот в таком в таком состоянии здесь вот в далеки у меня переросшие огурцы лежат ну вот все его обстоятельств так вот сложилось что упустили момент итак я сейчас постараюсь удалить все вот ну прям явно такие пораженные листья стебли разведу этот препарат и битоксибицилин он рекомендуется от клещей гусениц колорадского жука медианицы цикадок им я уже обрабатывала от совки перцы которые вот тоже совка начала их вредить перцем плодам по инструкции рекомендуют огурцы защищенного грунта от паутиного клеща развести 25 грамм на 5 литров воды и проводить 8 обработок через каждые 80 дней конечно но это наверно по средствам и накладно и по времени трудозатратно естественно если например взять там прям такой сильный препарат тот же без сан май до один раз обработали 20 дней защита обеспечена но опять повторюсь и мы эти уже плоды едим поэтому не будем рисковать у нас и так наверно у всех но проблемы есть какие-то со здоровьем поэтому добавлять себе еще больше но неприятностей лучше не стоит здесь вот в упаковочке 20 грамм но написано что на 5 литров воды но по инструкции получается от клеща надо сделать немножко ну такой более концентрированный но наверное я разведу вот этот пакетик 20 грамм на 4 литра воды ну думаю что но более-менее такой будет нормальный и обработаю по листу если у вас есть прилипать или можно добавить прилипать или у меня есть липосам я вот его буду использовать и желательно конечно обрабатывать снизу листа потому что клещи они в основном находится вот на оборотной стороне листьев ну вот сейчас посмотрите покажу вот уже прям такая запущенная запущенная стадия потому что не все знают что же такое вот как выглядит поражение паутиным клещом вот видите листик ну здесь не знаю видно или нет и вот он на обороте прям такой паутиночкой ну вот здесь видно он затянут такой паутинкой это вот как раз и есть паутинный клещ и вот уже когда последняя стадия листья вот так выглядит они такое ощущение что они вот ну просто засохшие но это вот деятельность именно клеща когда начальной стадии вот листочки такие становятся как вот пятнистые поэтому если вы заметили у себя уже вот такие признаки на листьях не ждите не ждите обрабатывайте вот биопрепаратами но вот здесь я смотрю вот молоденькие росточки есть сейчас вот я все 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 это уберу и попытаюсь все-таки спасти какие-то хоть оставшиеся вот кустики для того чтобы чуть позже собирать урожай и можно будет потом эти огурцы подкормить подкормить под корень для формирования новых побегах так вот такая неприятность меня постигла ну это наверное естественно потому что если у тебя участок то если у тебя там посажено растение совсем нужен прям ну ежедневный ежедневный контроль и уход а когда мало того что участок то еще есть работа помимо работы есть какие-то другие дела и проблемы не всегда получается следить и вот получается такой такой результат ну отчаиваться не будем это не самое страшное в жизни как потери огурцов до обидно выращивали там рассаду до покупали семена и в итоге вот потерять растение но ничего страшного поборемся посмотрим что получится результат я вам на своем канале в любом случае покажу итак вот такой препарат буду использовать битоксибицелин кто пробовал поделитесь в комментариях понравился вам вам он или нет вот именно его результат от клеща вот на огурцах буду очень признательна всем спасибо за внимание всем добра здоровья удачи и хороших урожаев до свидания